И дальше палач, соответственно, поставил на табуретку, выбил табуретку из-под ног. Здесь у нас небольшой такой закуток под названием «Добро пожаловать в Сызрань». Будешь плохо учиться, будешь вот так вот выглядеть, понял? Такой Манхэттен наш. Куко и все зеленое куко, куко и все красивое куко. Сейчас вот уйдет этот троллейбус, и мы посмотрим с вами вот в ту сторону, где у нас еле-еле-еле за Несли проглядывает девятиэтажечка. Я покажу вам, как это все выглядело в начале 70-х, когда ничего этого не было. А потом здесь была построена чудеснейшая гостиница, которая сейчас превращена в бизнес-центр стеклянный-престеклянный. Вот он, видите, там находится. А раньше гостиница «Гавань». Вот так вот она выглядела, я вам сейчас покажу. Ну и когда мы в прошлый раз здесь встречались с моей группой, я говорю, вы как хотите пойти? Простыми путями или тайными? Все, конечно, сказали «тайными». Собственно, этим тайным путем мы сейчас с вами пойдем, потому что мы будем проходить с вами мимо алюминиевого института. Так его некоторые в народе называли. И он жив до сих пор. Действительно, это научно-исследовательский институт. Вот сейчас он имеет такой цвет. А раньше он выглядел совершенно иначе. И если мы посмотрим на фотографию, которая была сделана с гостиницы «Гавань» в ту сторону, то мы увидим дивную перспективу. Прекрасную, красивую, ничем не обремененную. Вот такими тайными тропами мы сегодня идем, потому что я буду мимикрировать в этом лесу и сливаться с этим чудесным зеленым цветом. Мы находимся с вами на территории бывшего Смоленского поля. Я сейчас подставлю, во-первых, кусок карты сюда, чтобы показать прямо, где это было. Ну и потом мы с вами еще дойдем. Там такая выставка сделана, я вам там покажу. То есть это реально огромная часть территории Фасильского острова. Почему поля, понятно, потому что оно, собственно, полем и являлось. Почему Смоленское, потому что оно названо по Смоленскому кладбищу. Почему Смоленское кладбище названо Смоленским? По реке Смоленке. Почему Смоленка названа рекой Смоленкой? Потому что сюда сгоняли на строительство работничков из Смоленской губернии. Ну и там они некоторые по берегам и выросли своими костьми в эти болотистые почвы. Видите, здесь хорошо. А вот сейчас мы выйдем на солнце, и там будет отдох. Такое ощущение, что мы не в Питере сегодня находимся, а в какой-нибудь Алуште. Хотя вчера было попрохладнее. Были гости из Краснодара и говорили, что у нас тут прохладненько. Я говорю, да, у нас такой природный кондиционер, но сегодня уже не так прохладненько. Поэтому я с нетерпением жду того момента, когда я вечерком занырну в Финский залив, поскольку делаю это теперь регулярно. Смоленское поле было, соответственно, центром вокруг Фабричной Слободы. У нас, ну вот если туда пойти, сейчас там всякие культурные пространства, а-ля Севкабель, Брусницин и так далее. Я, кстати, хочу там тоже сделать какую-нибудь проходочку такую, ну чисто, знаете, по лайту. Просто походить, показать, как это все выглядит, потому что такие сейчас места притяжения довольно модные, хипстерские и все такое прочее. Но это, понятно, это бывшее предприятие. Брусницин это купцы Брусницины. Балтийский завод, они все пытались отсюда выселить, но он пока действует, я надеюсь, будет продолжать это делать. И, естественно, эта территория, она была, ну такая, поскольку заселена фабричным людям, не очень безопасная в тот момент. То есть приличная публика старалась ее обходить стороной, потому что, ну, могли подойти там, ну, как вот гопники в 90-х, да, деньги есть, сигареты есть. А если попрыгать? Ну, то есть, например, за 1887 год газета «Петербургский листок» писала, что здесь было, по-моему, 4 убийства по ножовщине. Просто на почве того, что люди здесь играли в карты на деньги. И тут, значит, гармоника, ну, тогда в ходу была не гитара, а в основном на гармонии была лайка, на ней играли. Ну, и, конечно же, одним из главных развлечений той эпохи были казни, поскольку, я напоминаю, ничего нет, ни интернета, ни футбола, ни порнографии, ничего абсолютно. И народ, естественно, воспринимал эти шоу как шоу. Потом, забегая вперед, хочу сказать, что здесь у нас появилась ДК имени Сергея Мироновича Кирова. Вот если мы взглянем вот примерно с этого ракурса на эту замечательную конструкцию архитектора, про которого я буквально недавно рассказывал в одном из своих выпусков про пропаганду на Нарской заставе, то мы увидим, как оно, собственно, строилось. Я вам еще несколько фотографий потом подставлю. Собственно-собственно. Да, собственно я, собственный, присобственный. Кстати, очень интересная история с этими зданиями. Это как бы биржа, это у нас жилой комплекс. Один раз один прекрасный человек сфотографировал их с Дворцового моста, с Троицкого, извините, и показал, что они мешают теперь восприятию божественной линии Петербурга. И реально вот Лен Спецфуд снесло два верхних этажа себе в убыток, понизило этажность. А это нет, это, извините, так и не случилось. Оттуда, конечно, совершенно фантастический вид. Но, в принципе, там наверху есть ресторан. Все равно, как он называется, там был неоднократно. Там действительно очень кайфовый вид. Если вам, соответственно, нужны панорамные какие-то виды из ресторана, вот могу порекомендовать. По поводу кухни я не могу ничего сказать, потому что я там был последний раз, по-моему, года, наверное, два назад. Это все, что осталось от этого самого Смоленского поля. И первая казнь, о которой мы будем говорить, и более подробно говорить, чем о второй, она как раз случилась после того, как произошло то, что я рассказывал в своей экскурсии по летнему саду. То есть, когда в апреле 1866 года Каракузов вышел покушаться на царя своего водителя Александра II. И вот, пользуясь случаем, хочу вам показать тут у нас как раз ряд всевозможных... Вот мы с вами находимся... Ну, это более поздняя карта. Вот здесь. Вот это Смоленское поле. Здесь обозначено. Это, кстати, Большая морская знаменитая. Это Бегров написал эту картину. Кстати, если вы присмотритесь, вы увидите его подпись. Это есть у меня в моем путеводителе по Невскому проспекту. Это тоже, кстати, Бегров. И это тоже Бегров. А это вот, опять-таки, вот оно. Смоленское поле. Поле. Смоленское поле. Ну, и сейчас мы дальше выйдем чуть подальше. Это, кстати, знаменитая картина, где изображен даже, если присмотреться, вот здесь вот в правом нижнем углу можно видеть Пушкина, Крылова. Ну, тут, конечно, в тени не знаю, что увидится. Вот. Это Махаевская история, панорама Невы. А вот вообще как это все выглядело в тупе блата и всем в таком. Да, жальчики. Вот мы с вами находимся примерно где-то вот здесь. Да? То есть вообще вот здесь вот Петр Первый планировал делать центр. Ну, вот, собственно, его мечта голубая. Все, как в Амстердамах. Такой Манхэттен наш. И вот эта Калежская площадь, которая была запроектирована, но не срослась, на которую до нас коллеги выходила. И вот она же, на самом деле. Потом она была застроена Институтом Отли. Это считается одной из градостроительных ошибок еще 19 века. Хотя построил Леонтий Бенуа, о котором мы еще сегодня заикнемся очень кратко. Значит, Каракозова судили. И он был приговорен к смертной казни. Там вообще по этому делу Ишутинцев, Ишутин, это его напоминает, двоюродный брат, организатор кружка, было привлечено около 200 человек. До суда дожило, ну, судили там 30 с чем-то. Каракозов был обречен. Ишутин, на самом деле, он взял себе такого прямо маститого адвоката Стасова. И тот его отмазал, на самом деле, от смертной казни. Но его приговорили к каторге. И, в общем, там он кукухой двинулся окончательно. А вот в сентябре 1966 года здесь случилась казнь, о которой мы знаем в больших, в таких ярких подробностях, из воспоминаний Ильи Фимовича Репина, который эту казнь посетил. Если мы развернемся сейчас и посмотрим вот сюда, то мы увидим несколько замечательных фотографий. Ну, во-первых, внутреннее пространство, где, опять-таки, наш любимый хороший, который потом перестал быть любимым, хорошим, постоянно об этом показываю. Илья Федорович Сталин висит. Дальше фотография с надписью «Фестиваль югославских фильмов». Ну, какие еще фильмы могли? Вряд ли тут могли быть фестиваль проходить голливудских фильмов. Потом, самая моя любимая фотография, конечно, примерно туда, это Мишка, 1980 год, Олимпиада, которую, кстати, бойкотировали, были санкции, потому что мы до этого ввели войска в Афганистан, но не такие жесткие, как сейчас. Мне было пять годиков, Мишку я прекрасно помню, я помню вот эту песню, значит, улетают вот эти кадры прощальные в телевизоре, как там эти шарики. Но это, конечно, все, что я помню. А, и, конечно же, господи, эти олимпийки, олимпийки, это был просто фетиш. Это самый настоящий. Значит, к Репину зашел его кореш Мурашко, тот был вольнослушателем Академии художеств. Вольнослушателем это тот человек, который ходит на занятия, но потом не получает диплом, но получает образование. Репин жил на 15-й линии, они вышли на Большой проспект, там уже шла огромнейшая толпа, с которой они слились, и эта толпа их понесла сюда. Значит, вначале они взобрались на какую-то кучу там с углем, коксом и всем остальным, но чтобы видеть получше. Но она была слишком далеко, поэтому они с нее слезли. Ждали буквально, ну, немало, там, 2 или 3 часа. Наконец показалась эта колесница. Каракодов сидел спиной к лошади. Репин, гениальный портретист, он его описывал как, соответственно, человека с очень таким землистым серым цветом лица, понятно, после сидения в тюрьме. И затем у него были свалявшиеся волосы под шапкой и уже удлиненный нос мертвеца, то есть уже как бы предчувствие смерти. И здесь был помост совершенно сооружен. Каракодов на него зашел со связанными руками, поклонился на все три стороны, что сразу поменяло настроение толпы. И возникло такое ощущение сострадания к нему. И дальше палач, соответственно, поставил на табуретку, выбил табуретку из-под ног частенько. А, на него сначала накинули башлык такой из небеленной парусины, такой, знаете, у строконечника, примерно, как у Куслановцев. Ну, есть знаменитая картина, повешенные народовольцы первомартовцы висят тоже в этих башлыках. Иногда палач что делал? Он как бы цеплялся за свою жертву и повисал, чтобы сломать хребет, чтобы человек не мучился, потому что очень часто они инстинктивно начинали дрыгать ногами. Вот публика очень, так сказать, ерничала по поводу того, как Совет Филиона Перовская этими ногами дрыгала довольно долгое время, пока не удушилась. И когда Репин обернулся, он увидел своего друга Мурашка, который, значит, стоял совершенно обезумевшими глазами, а вся толпа у него была просто в каком-то зеленом таком цвете, да, как, знаете, какая-то драконовская масса. Репин писал эти строки спустя 50 лет после казни, и он, представляете, вот картина настолько ярко стояла перед двоих глазами, и он оставил рисунок Каракозова перед казнью, который я вам сейчас поставлю. А рядом я вам поставлю фотографию Каракозова, и такое ощущение, что это абсолютно два разных человека. Вот реально. При том, что, ну, Репин действительно, он гениальный протретист, но вот смотришь и абсолютно не видишь никакого сходства. А вторая казнь здесь уже свершилась по другому поводу, и был на ней уже не гений нашей русской, российской и прочей живописи, а гений нашей русской литературы Достоевский. Здесь казнили Александра Соловьева, который вышел покушаться на своего тезку Александра Второго. У меня есть об этом тоже отдельный выпуск, я делал аж два, две съемки у меня на Дворцовой площади, где я об этом рассказывал. И еще мой старый-старый-старый выпуск об этом тоже есть, когда он стрелял пять раз, не попал ни разу. Мальчики, блин, выбрали на Невском 10, об этом есть опять-таки информация о моем путеводителе. Почему они там выбрали, я там пишу, потому что там доктор Веймар рядом объяснял, кто такой доктор Веймар. Ну, Веймар вы можете, цесаревный доктор, прочитать и выяснить, узнать. Палец входил, представляете, в дуло, да? И у пистолета у этого, ну, у револьвера, если быть точным, у него была очень сильная отдача, поэтому там надо было стрелиться в ноги, а Соловьев стрелился в голову, и у него пум-пум-пум, все мимо. Александр Второй человек военный, он вот так вот убегал зигзагами и, соответственно, не попал ни разу. И вот здесь казнили Соловьева, Достоевский был на этой казни, что очень понравилось оберпрокурору Святейшего Синода Победоносцеву. Но Достоевский, видать, пришел, вот он потом в этом признавался, вспомнил свои ощущения, когда его там, на Семеновском плацу, должны были казнить, он стоял во второй тройке, оставалось ему всего 10 минут. И, в общем, собственно, я как всегда говорю, это те самые 10 минут, которые сформировали Федора Михайловича, и которые сделали его самым гениальным писателем ever, лично мое мнение, не навязываю его никому. Вот такие веселые события. Здесь у нас есть, соответственно, памятник Николаю Рериху, но мы будем рассматривать не столько этот памятник, сколько вот эту вот штучку. Если вы будете в Москве, я вам, кстати, рекомендую, соответственно, ГМИ имени Пушкина, и вот с левой стороны, если пройти, то там по левой стороне сейчас музей, который тоже связан с его именем. Что, ты хочешь сфоткать меня? Да. Ну, сфоткай. Можно сфоткаться? Ты, у тебя со слухом все нормально? Я же тебе сказал, сфоткай, давай, окей. Нет, сфоткаться я не могу. А, вместе? Ну, давай вместе сфоткаемся, давай. Вот, будешь плохо учиться, будешь вот так вот выглядеть, понял? Какой канал зовут? Павел Перец, набери в любом поисковике. Может, что-то интересное для себя узнаешь. Давай. Как раз вчера водил экскурсию. Прическа отличная, да, спасибо. Вчера как раз водил экскурсию, и вокруг меня были дети, и вот одна прекрасная 12-летняя девочка очень круто отвечала на мои вопросы и очень толковые реплики вставляла, что мне крайне понравилось. Значит, что это за пуговица такая? Да, это же пуговица есть вот там вот. Там тоже есть памятник, причем не только ему, но и его сыну Святославу. И я, когда вот в Москве водил экскурсию, меня все пишут, когда я буду в Москве, хрен знает, не знаю, не уехать мне из Питера. И даже не только в Москву, мне тут еще два коммерческих проекта предлагали сделать в двух городах, но я их спустил на тормоза, потому что, ну, просто нет возможности. Значит, я задаю, что это за пуговица, задаю вопрос такой, да. Ну и как бы там разные есть версии. Немногие знают. Дело в том, что раньше ведь была такая тенденция, что особо о памятниках архитектуры никто сильно не заботился. Я вот, когда в Париж возил экскурсии, я рассказал, что собор такой-то матери, он уцелел во многом благодаря роману, понятно кого, да, Гюго, который выпустил его, потому что вообще были планы его, собственно, и снести. Тем более готика, она долгое время считалась таким варварским стилем. Ну вот Гюго своим романом этот собор спас. Сейчас для нас это кажется, ну, абсолютно фантастическая мысль, но тем не менее. И Рерих, который художник вообще написал порядка шести тысяч картин, у меня эта цифра в голове не укладывается. Сейчас мы, кстати, проверим, потому что мы вообще идем с вами по саду Василия Островец. Здесь раньше были всякие разные развлечения. Здесь стояла открытая сцена. Я вот сейчас вам покажу павильоны, которые здесь располагались, фотографии этих... Они все были деревянные, понятно, что они не пережили эпоху ни военного коммунизма, ни уж тем более блокады. Но, тем не менее, вот на краю этого Смоленского поля здесь народ развлекался. И вот мы с вами подходим к тому входу. Я уж прямо здесь скажу, чтобы вам сломать мозг. Да, ну потому что эта фотография будет сделана с обратной стороны. Нужно включить 3D-моделирование. Вы увидите, как он, этот вход, выглядел раньше. Да, так вот, Николай Рерих, который вообще женился на госпоже Шапошниковой, а ей приходили в голову разные такие мысли с детства, видения. В общем, потом она сказала, что ей являлся Махатма Мори, и всякие разные вещи ей диктовал. Потом к нему присоединился еще один Махатма во сне, а Рериху этот Махатма тоже что-то нашептывал. Они это все выясняли посредством там, значит, тарелочек, блюдечек, вот этого письма и так далее. Ну и, соответственно, вот эта вот Агния Йога, их учение, или чистоя этика, по-моему, называется. У меня просто одна из моих бывших, она потом в этом Рериховском обществе погрязла с концами, из-за чего мы с ней потом перестали друг друга понимать. Но суть в том, что у Рериха, вот я крайне жалею, что я когда был в Нью-Йорке пару раз, я не доехал до Риверсайта и не сфотографировал, не снял это заведение, которое называется Мастер Билдинг. Это дом, который построен специально для Николая Рериха в Нью-Йорке. И там, будучи в Америке сначала, а потом уже совершая свои походы в поисках Шамбалы, он инициировал принятие так называемого Вашингтонского акта или Пакта Рериха. Который гласил о том, что надо спасать и защищать архитектурные шедевры. И, собственно, он был первым, кто этим озаботился. И вот это вот как раз символ этого Пакта Рериха. Знамя, которое выдрузилось, можно сказать, сейчас над всеми, кто чтит идеи ЮНЕСКО и так далее. Видел ли, как я могу выкручиваться, совершенно не зная, что я скажу, через полторы секунды. А мы с вами стоим возле очередной бывшей фабрики кухни. Ну, я уже показывал вам их как минимум две. Одну, значит, возле лесной, когда мы гуляли, значит, про Нобили рассказывал. А вторую вот недавно на Нарской, это бывший Нермак Кировский. Здесь сейчас магазин «Перекресток». Раньше тут был магазин «Призма», который съехал по понятным причинам, потому что это финская контора. У нас сейчас эпоха под названием «И не писай мой горшок», я ее называю. То есть, когда, особенно, конечно, умиляет вот эта история с закрытием въезда Эстонии для российских туристов. В то время как все нормальные страны стремятся к тому, чтобы привлекать туристический поток, некоторые вот в порыве своей вот этой идиотии закрывают. Ну, окей, может быть, кому-то не нужны лишние деньги, я абсолютно не против. Это очередной у нас пример того, как государство молодой советской пыталось озаботиться бытом, прежде всего, женщин, освободить их от рабского кухонного труда. Но также, соответственно, освободить вообще, в принципе, рабочий класс от всех этих забот, чтобы они как можно больше времени проводили на производстве и социализировались. Есть пару замечательных фотографий, и даже не парочку. Во-первых, интерьеры, обратите внимание, какие там вот стропилы уже, наверное, новомодные, такие клепанные, но при этом цветы стоят на столах. То есть, вообще, для рабочих это было, конечно, очень круто, когда цветы на столах, они о таком, собственно, даже помыслить не могли. Дальше есть очень такая стильная, в стиле, не знаю, если бы был Инстаграм, он бы украсил этот кадр, любой Инстаграм той эпохи кадр с таким автомобилем, новомодная история, опять-таки, велосипедистом. Ну и, конечно же, очередной раз кадр с нашим любимым и хорошим, который перестал быть любимым и хорошим. Здесь у нас многострадальная стройка станции метро «Горный институт». Тут недавно Беглов сказал, что у нас будет там 80 с чем-то станций метро открытой. Я хрен знает, как они это сделают, потому что они какие-то несчастные там 2-3 станции строят уже, блин, да, да, к тому моменту, когда нас уже рептилоиды захватят, да. Ему, наверное, стало обидно, что в Москве там не новые станции открываются, а целые прям линии, да, Собянин-то фигачивает. Ну, понятно, что в Москве все бабло, да, мира сосредоточено, но, ну и там почва, конечно, проще, чем у нас в Петербурге. Но вот эта вечная история, тут вообще вот эта часть Большого проспекта, она одно время вообще была, в принципе, перекрыта. Я вот сюда на машине вообще стараюсь не соваться никогда. Ну и вот театральная, да, рядом с домом 40-процентчицей, где же вот уже так строится, строится, хрен знает, когда она там достроится. Значит, про Рериха я рассказал, про это я рассказал, а мы с вами подходим к вот этому дому. И если посмотреть на самый верх, вы увидите там такие, ну, вот, теплицы, да, оранжереи. То есть большие окна, покажите, пожалуйста, наши публики. Да, большие окна там расположены под наклоном. Ну, понятное дело, что это, конечно же, не теплицы никакие, это мастерские. Мастерские, где производились на свет не только живописные, и даже не столько живописные полотна, сколько мозаичные работы. Это мастерские фроловские. Наш известный культовый мозаичист до революции, ну, обычно на экскурсиях я спрашиваю, задают вопросы, и люди, естественно, на него отвечают. Многие, кто был главным заказчиком мозаик до революции? Понятное дело, русская православная церковь. Потому что, если мы даже посмотрим на основные работы этого самого Фролова, ну, в Петербурге Ясен-Красин, это прежде всего храм Спаса на Крови. Дальше, совершенно фантастически, всегда, вам говорю, съездите туда, просто ради одного этого собора, Кронштадтский морской собор, сделанный, в общем-то, практически в Пандан, Аль-Софии, в Стамбуле. Только она специально даже, по-моему, 4 метра ниже. Ну, и, понятное дело, без миноретов, потому что это все-таки православный храм. Затем небезызвестная история для тех, кто ходил на моей экскурсии по Большой Ордынке, которую мы обычно заканчиваем в Марфо-Маринской обители. Там, соответственно, у нас довольно знаковый храм по проекту архитектора Щусева, того самого, о котором мы еще заикнемся, который потом стал одним из главных советских архитекторов, потому что он строил мозолей, и Нестеровские, соответственно, картины, которые, соответственно, Нестеров художник, а заказ как раз Чустев получил благодаря тому, что Нестер за него писался. Вот, а мозаики на этом храме, это как раз тоже фроловские. А затем случается следующая история. Наступает 17-й год, все вообще абсолютно новое. Ну вот, пожалуйста, фабрика-кухня. Это эталон нового вида искусства даже в архитектуре. Все такое жесткое, рубленое, такое даже иногда нарочито олеповатое, но вот это вот врезание друг друга, линии разноцветных и так далее, ну вот супрематические там всякие вот эти конструкции. Малевич и прочие дорогие ребята. И понятно, значит, сам принцип, да, построения вот этой идеи классической художественной школы, она отошла на второй план. Это первый момент. Второй момент, ну, какая нахрен мозаика, да, когда балет, опера и все остальное, оно никому нафиг не надо. Луначарский еле-еле, мы сюда идем. Луначарский еле-еле, значит, балет и опера отстоял, сказал, что, ну, оно пригодится нам. А мозаика нет, все в баню, это церковные и прочая история. Значит, здесь мы прервемся, потому что вот очередная тема, пожалуйста, прошу обратить ваше внимание. Раз петля, два петля. Бывший конюшный сарай, вот здесь уже они повторяются. Здесь у нас небольшой такой закуток под названием «Добро пожаловать в Сызрань», потому что вот этот чудеснейший, абсолютно прекраснейший крыльцо. А там уже нормальная дверь. Ой, смотрите, что здесь есть, цепочечка, помните, да, такое? Ну и вообще, видите, какая красота неземная и все такое прочее. Тут у нас случился один интересный эпизод. Мы тут зашли толпой, вышел вот из той двери мужчина, очень приветливый оказался, да, ну и все, он нас фотографировал даже. Я говорю, а вы знаете, что вот в том дворе? Я говорю, вы здесь живете? Я говорю, да, я здесь живу. Я говорю, знаете, что в том дворе находилось? Он такой, ааа, и ушла его девушка, говорит, Зая, а что там находилось? Она говорит, там был проезд. Ну, собственно, спасибо, Кэб, да. Ну вот это к тому, что можно здесь как бы жить, 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 и буквально не знаю, что за углом. Вот тут это как бы нам такие намеки. Прикиньте, нам такие намеки, ну, это, понятное дело, современная история, на то, что мы с вами увидим. А увидим мы, помимо того, что сушащиеся белье на коммунальной кухне, дополнением чему служит вот эта сисечка, да, это, мне кажется, в пандан. Ну, неважно, хотите называть это только пузатенький. Вот мы сюда заходим и, значит, что мы здесь наблюдаем? Вот если мы обернемся, например, мы наблюдаем надпись «Основано 1890 год». И вот слева кусок, справа там кусок. Основано имеется в виду эта мастерская. То есть это внутренний двор был такой еще и внутренней рекламой самого Фролова. То есть, видите, вот там вот сохранились у нас. Вот там, ну, на Гупрохе будет, конечно, не очень хорошо видно, но, я думаю, все равно будет видно. Вон, видите, кусочек былой роскоши. Это черные лестницы. Вот здесь была золотая. Прикиньте, как это раньше было красиво. Возможно, даже что-то с образами связано. Я предполагаю, да, так вот, мастерски замазана краской. Видите, специально замазана краской поверх этого золота, чтобы, не дай бог, вот это все не на чем не напоминало. То есть, это, соответственно, работа того самого Фролова. Ну, и не только его, конечно же, а всей его почестной компании. И дом этот ему, собственно, и принадлежал. Он, ну, вы понимаете, сколько он, как он хорошо зарабатывал, да, при таких-то заказах. В принципе, мозаичное производство – это не дешевая история. А когда ты в тренде, и ты имеешь право там выкатывать свой ценник, так и вообще все хорошо. Ну, и все, мозаика никому не нужна. Из этой мастерской его выгоняют, а потом в 20-х годах и дом отжали. Но он был женат как раз-таки на дочери Леонтия Бенуа. И он переехал жить в дом этого самого Бенуа, который я еще пока не подснял, по-моему. Нет, мы там еще не ходили, ну, то есть, экскурсии я там постоянно провожу. Дом этот совершенно уникальный, и он уникальный насчет тем, что там есть музей, в котором живет, собственно, потомок этого Бенуа. Там вот так вот по кривой. И эта замечательная женщина проводит там экскурсию. Но если вы не готовы очень много слушать восторженных всяких вещей, а потом, значит, игру на клавесине, то вам, наверное, туда не стоит ссываться. А вот если вы хотите действительно посмотреть уникальнейший объект, где сохранилась обстановка дореволюционная, и где живут реально потомки. Ну, то есть, вы же понимаете, что нас там всех дворян и прочих выкосили, да? И поэтому таких историй у нас очень мало. Вот это, конечно, шанс. Мы с ней даже созванивались, я все хотел к ней зайти, это дело подснять, но все, вот как бы, ты морячка, я моряк, на ней встретиться никак, то у меня времени нет, то она в отъезде, в общем, все такое прочее. Ну, и он переехал, соответственно, жил там. А работал он в мозаичной мастерской, которая располагалась при Академии художеств. Но заказов-то долгое время не было, особенно в начале 20-х годов, какие там в бане заказы, какая в бане мозаика. И вот тоже всегда спрашивают экскурсанта своих, значит, что же спасло мозаику? Спас Владимирич Ленин своей благополучной смертью, да? «Кирпич на кирпич, умер Ильич», как писал у нас Владимир Маяковский. И Щусев, который предложил построить, ну, в общем-то, без пяти минут храма, и он этого совершенно не скрывал для тела нашего вождя мирового пролетариата, он сразу сказал, что давайте-ка мы сделаем это прямо, ну, во-первых, не из дерева, а из камней, потому что, причем из благородных камней, потому что изначально-то он был деревянный, да? Ну, и будем использовать мозаику. Ну, и, значит, те, кто принимали решение, включая Леонида Борисовича Красина, кстати, вот там вот стоит самым камнем, ну, здесь не видно будет, но если вы туда пойдете, вы там увидите, собственно, корабль, который назван в его честь. И вот Щусев, ой, господи, Фролов получает заказ. Ну, а потом, потом Метрополитен. Значит, с Метрополитеном же я уже рассказывал, какая история произошла, что у людей вообще раньше было представление о том, что подземное царство – это царство мертвых, да, понятно? Туда только хоренить можно. И поэтому, ну, кто туда будет спускаться, еще там кататься на каких-то, прости господи, поездах подземных. Нужно было сделать прямо настоящие храмы, чтобы народ не боялся туда попадать. Особенно в Ленинграде, где, извините меня, вот у нас такие спуски, что вот, кстати, тоже мне экскурсанты рассказывали, что они замеряли прямо время, потому что не верили, что так можно долго спускаться. Ну, и вот у меня приятель тоже спускался на Адмиралтейске, специально снимал там телефон, потому что в Париже ему никто не верил, что так можно долго спускаться под землю. А на Адмиралтейске там еще как-то спускаешься, такой вроде спускаешься, а потом бабах, и еще довесочек. И надо было, конечно, делать самые настоящие храмы, что и происходило. И Фролов, он получает заказ. И есть совершенно фантастическая история, конечно, про Станцеметроном и Кузнецкое. Ведь он умер в феврале 1942 года, выполнив финальный заказ, вот он там на практически, на университетской набережной, в этой мастерской, которая существовала при Академии художеств, в неотапливом помещении, уже старый, больной, подслеповатый, сидел, колотил эту смальту. Эти мозаики, которые изначально были предназначены для станции метрополитена Павелецкая, были отправлены по дороге жизни в Москву, и вот он, выполнив свой моральный долг, он, соответственно, умер. Но, если мы посмотрим вообще, какие работы он даже для той же самой Новокузнецкой в итоге сделал, особенно в свете последних событий, это прям огонь. Я вам сейчас просто, опять-таки, за кадром подставлю некоторые снимки его работ, и пару слов скажу. Например, вот это называется «Машиностроители Донбасса», имеется в виду, скорее всего, Новокраматорский машиностроительный завод. Вот это сады Донбасса или сады Украины, а вот это посвящена железнодорожной ветке Москва-Донбасс. Ну, а мы пришли с вами к училищному дому, бывшему. Это такие заведения, которые были созданы в второй половине 19 века для бесплатного обучения простых ребятишек. А потом, в 73 году, в 20 веке, здесь поселился Юрфак, наш... Не знаю, можно его назвать блатным мэр, но можно теперь. Здесь висит у нас мемориальная доска первого мэра Санкт-Дербурга Анатолия Собчаку, да. Большой привет его дочке, которая знала прекрасно некого Владимира, бывшего у нее в гостях, и помнишь ее, такой, «Тю-тю-тю-тю, моя хорошая». Вот этой, на самом деле, надписи здесь долгое время не существовало, потому что здесь манифест об освобождении крестьян, потому что этот училищный дом был приурочен, собственно, 19 февраля 1961 года. Знаковая дата в истории Российской империи, и, конечно же, все люди той эпохи понимали, в чем ее символ, да. И поскольку... Ну, Васильевский остров, он располагается как бы типа на запад, но на самом деле он немножко скошен, да, то есть он не строго на запад, и поэтому вот снаряды, они прилетали вот оттуда во время войны. То есть у нас вот такая надпись есть на Невском проспекте, опять-таки очередной раз отсылаю вас к моему противодителю по Невскому, где об этом сказано. Здесь она восстановлена, в мемориале, видите, доска повешена, но понятно, что войну их не на таких железках крепили, их просто писали на стенах, потому что вот та сторона, она была менее опасная, потому что вот так вот снаряды ложились, да, и поэтому, когда начинался артобстрел, тебе надо было ну хотя бы как минимум перебежать вот на ту противоположную сторону. На Невском это все просто, потому что там четная солнечная сторона и нечетная не солнечная сторона. Она четная, солнечная сторона, она, соответственно, наиболее опасная. И вот там как раз это висит надпись. А вот если сюда мы посмотрим, вот это тоже, соответственно, дом при этом училище, мы увидим фотографию тоже с 73-го года, год открытия. Вот разверните, пожалуйста, с 73-го года открытия этого замечательного факультета. Это молодой Вова Путин стоит с барышней имени, фамилии которого мы до сих пор не знаем. Ну, хотя наверняка она опознана, возможно, вы напишите в комментариях. Да, и вот ведь Владимир Владимирович, он ведь через Собчака, собственно, и вошел в мир управления государством, чем он занимается до сих пор. И вы представляете, да, Ктюша Собчак, которая его знала, помнила. И вот сейчас они как бы, ну, по разные стороны баррикады. И как вот судьба иногда распоряжается. А вот здесь на самом верху написано «Городской дом Сергея Петровича Боткина для начальных училищ». Ну, про Боткина я сейчас пару слов скажу. Значит, это работа как раз у нас Фролова. Вот таких надписей он сделал немало. Вот опять-таки, когда там вчера буквально я показывал аптеку Пеля, на фасаде которой тоже мозаичные рисунки, там, и гербы, и прочее, прочее. И этот герб, ну, в смысле, девиз пелевский «Ора и лабора», да, «Работа и молись». Это все тоже фроловская тема. То есть он очень часто вот такие маленькие, небольшие заказы брал, как от, в данном случае, «Городской думы», так и от частных каких-то, там, от банков и прочее. И их выполнял. Боткин – это один из представителей большой семьи Боткиных. Глава у них был чайторговцем. И, ну, мы все знаем в основном доктора Боткина, через который в Боткинске бараки даже у нас вот наименованы. Но мы в советское время мало кто знал его сына. Потому что сын его был расстрелян вместе с семьей последнего нашего императора Николая II. И сейчас его останки вместе с осанками императорской семьи захоронены в крипте при Петропавловском соборе. Почему их до сих пор не могут нормально оформить? Потому что Русская Православная Церковь до сих пор там не может эти останки признать. Помните, мы заканчивали экскурсию, где я ходил с розовым, с золотым иракезом, и я показывал памятник Ленину. Да, и говорил, что с этим связана одна из байк. Вот байка конкретно про этот, значит, монумент, о котором я скажу сейчас буквально чуть позже, потому что он не такой ранний. А это у нас уникально сохранившаяся пожарная часть или съезжий дом. Есть несколько замечательных фотографий, которые показывают, ну, во-первых, пожарный выезд эпохи. Прямо вот если мы туда посмотрим, да, как это выглядело. Затем есть несколько снимков, я вам сейчас подставлю, из внутреннего двора, там и пожарное учение, и еще масса всего интересного. Ну, а я по традиции всегда спрашиваю, что это за штука, которая там на, соответственно, на верши колончи присобачена, да, то есть такая крестовина. С правой стороны что-то похожее на зонтик, с левой стороны какие-то фонари. Ну, я об этом уже миллион раз рассказывал, поскольку не все смотрят ролики подряд, а те, кто смотрит, не все помнят. Напоминаю, что эта конструкция нужна была для того, чтобы туда вешать днем шары, ночью фонари, цветные шары, цветные фонари, для того, чтобы говорить, в какой части пожар. И вот по сочетанию этих фонарей или шаров, соответственно, было понятно, в какой степени пожар, нужна ли помощь окрестных частей, или нужен сбор вообще всех частей города, и либо пожарная часть может справиться самостоятельно. Точно так же там информировали граждан о наводнении, включая, соответственно, выстрелы из пушки, из Петропавловской крепости. Ну и по традиции напоминаю, что вот на арго того времени загреметь в кутузку или в обезьянник за решетку, он назывался ночевать под шарами. Здесь у нас не очень радостная история. Объект архитектурный, который пытались отстоять наши градозащитники, даже живые цепи тут выстраивали вокруг него, но вот, как видите, не спасло это. Его снесли, и здесь будут строить социальное жилье для особо неимущих слоев населения, абсолютно уверен в этом, которые будут потом бесплатно раздавать тем, кто не может, соответственно, позволить себе ничего. Мы с вами вышли на этот замечательный бульварчик, и вот здесь второй-то объект, слава богу, сохранился, причем объект Пушкинской эпохи. Я сейчас достану несколько книжечек, которые есть в моем арсенальчике. Я, как вы понимаете, перестал таскать с собой всю свою библиотеку, а стал ограничиваться некоторыми. Ну, во-первых, про метод жизни Павлика. Вот, смотрите, у меня есть две абсолютно одинаковых вот таких книжки. Кстати, вот эти две книжки, вот эти маленькие книжки, на самом деле оказались гораздо более интересными и информативными, чем вот ЖЗЛ про Степана Халтурина. Почему их у меня две? И эта история вообще не только про эти книжки, потому что я книжки свои периодически теряю, либо кому-то даю и забываю об этом, потом я их нахожу. Ну, в смысле, нет, сначала я теряю, покупаю себе дубликат, потом я их нахожу, и у меня вот по две их оказывается. Почему я здесь вам показываю вот эти книжки про Степана Николаевича Халтурина? Потому что речь идет уже про взрыв, который он устроил в зимнем дворце в феврале 1850 года. А почему здесь? Потому что мы с вами идем мимо того места, откуда 17 февраля, вот как минимум 11 человек, отправились в свой последний путь. Здесь располагались казармы и госпиталь филляндского полка. Конкретно сохранился здесь госпиталь филляндского полка. Значит, царя охраняли. Панк нодд. Все, пусечка нам пожелал панк нодд. Пусечка пьет водочку. Да, у него маленькая бутылочка, и он сидит, культурно пьет водочку на бульварчике. Ну, а что делать еще в Петербурге, в центре города, в жару? Прекрасный воскресный день. Царя охраняли, соответственно, полки, которые этого заслужили, ну и, естественно, нижние чины, которые тоже это заслужили. И Халтурин, который, просто чтобы вы понимали, например, его характеристику, да, вот внешность. Он напоминает собой музыкальный инструмент с вечно натянутыми струнами, которые малейший толчок заставляет дрожать. Жгучесть его энергии, энтузиазма и оптимистической веры заразительна. Это так Стегняк Равчинский его характеризовал, тот самый, который сам зарезал у нас Мезенцева, жандарма. Ну и вот есть, например, характеристика его, выданная Георгием Валентиновичем Плехановым, Жоржиком, как его называли. Это наш самый первый такой марксист у нас, толкнувший первую политическую речь на Казанском соборе. Вот, видите, бывший госпиталь финляндского полка, 17-19 год. Штауберт, архитектор, он как раз характерен вот такими строгими классическими, классицистическими постройками. То есть это вот как раз Александр Сергеевич жил и наблюдал такие здания, которые, заметьте, они были не выше, чем Зимний дворец, потому что Николай I приказал строить их не выше, чем Зимний дворец. Молодой, высокий, стройный, с хорошим цветом лица и выразительными глазами он производил впечатление очень красивого парня. По этим, но этим дело и ограничивалось. Не о силе характера, не о водующемся умении, говорил эта привлекательная, но довольно взаурядная наружность. В его манерах, прежде всего, бросалась в глаза какая-то застенчивая или почти женская мягкость. Говоря с вами, он как будто конфузился и боялся обидеть вас некстати сказанным словом и резко выраженным мнением. С его губ не сходила несколько смущенная улыбка. Ну и дальше тут, например, высокого роста, широкоплечий, с гикким станом кавказского джигита, с головой, достойно служить моделью Аквивиада. Значит, такой Аквивиад. Не хотите ли узнать? И вот этот вот прекраснейший во всех отношениях человек знамерился убить царя. Хотя изначально, на самом деле, он таких замыслов не выносил. У меня есть этот портрет? Ну вот, есть два известных портрета. Тут он в такой вот рубашечке. А это портрет уже, который выносится обычно на обложке всех книг. Ну, например, вот этой. Здесь, собственно, мы его и можем видеть. Значит, это Часовня Спиридония Тремифунского, святого. Ну, поскольку, я напоминаю, у каждого полка должна была быть своя церковь. Вот здесь она выглядела вот так. В Москве есть улица Спиридоновка, где располагалась церковь, тоже, соответственно, освященная этим святому. Церковь была оснастена. На ее месте был построен дом в советское время. Вот мы сейчас ее так обойдем по кругу. А я вам подставлю картинку, фотографию. Вообще, в советское время здесь была парикмахерская, прикиньте. Ну, в один из периодов. А на фотографии, которую мы можем с вами видеть, там несколько креста, наверху пятиконечная звезда. То есть вот как важно, конечно же, срочно, срочно, прямо здесь и сейчас поменять и заменить наши символы на какие-то другие. То есть, ну, по сути, такие же религиозные символы, просто с, значит, другой коннотацией. Вот здесь есть интересная фотография. Если мы в эту сторону посмотрим, где идет забор вдоль Большого проспекта с какими-то объявлениями. Вот. Ну, а мы пойдем сейчас двориками пройдем до финальной точки нашего маргазонского балера, потому что, как обычно, все в цепноте. Уже скоро экскурсия у нас там в центре города. И надо, надо, надо туда нам бежать. Вот. Соответственно, жили здесь, несли службу вот эти солдаты нижней, чины. Ну, конкретно здесь они вообще лечились. И более того, у них еще была домовая церковь конкретно здесь. Вот я вам даже сейчас покажу, как эта домовая, вот, госпитальная церковь выглядела. Там алтарную часть его непосредственно. Если мы глянем вот сюда, то мы увидим, вот видите, щит с ольвом и два скрещенных мяча. Но это, опять-таки, отсылка, собственно, к сути данного здания. Хотелось бы, конечно, уехать вот на этом. Но на этом, во-первых, мы будем очень долго ехать. Они так медленно ездят обычно. Вот если ты видишь такую байду перед собой, то надо ее срочно обогнать. Вот. И Халтурин, который вообще изначально был абсолютно антитеррористически настроен, и более того, он создавал свой союз рабочих. И все время говорил, что стоит там только наладить работу, как интеллигенция кого-то там шарахнет. Ну и все, идут аресты, начинают все заново. Но в итоге, это я так вкратце сейчас расскажу, да, он сначала устроился на Александрский механический завод в 76-м году, а потом он попал на императорскую яхту. Where is my mind? Это известная, кстати, песня же. Писнотвор. Писнотвор, это можно такое сделать, знаете, в одно слово. Писнотвор. И по-русски писать. Писнотвор, чтобы... Что это такое? А это как бы, ну, такое средство для... от бессонницы. Писнотвор называется. Мне вот выписали. И все такое прочее. Кисенька. Ну, как обычно, да. Ты такая, ну, смотри, у нее мордочка, как у героини Аватара. Да, такая немножко... Вот, и затем он попадает в Зимний дворец с Толяром, где начинает, соответственно, начинает таскать туда динамит. Например, он его проносит на дни корзины с бельем один раз, да. Ну, и вообще, он там потом в эту самую корзину напихал грязного белья, чтобы при обыске жандармы туда не совались. И, собственно, это Дерасово и спасло. Ну, я сейчас не буду во всех подробностях рассказывать. Там масса всего интересного. Была, например, информация о том, что... Была информация. Была информация о том, что... Какой замечательный... Какой замечательный этот... Раптор. Раптор, я не знаю, какая приставка к нему должна быть. Ну, что в Димнем дворце все воруют. То есть там вся прислуга, она все таскает. Ему один раз, когда он пришел на большую подъяческую, вот, в квартиру конспиративную, которая Якимова держала. Ну, я потом покажу, где она располагается. У меня есть отдельный маршрут по следам народной воли. И ему там, типа, в кулек свернули. Типа, сахар-то принес. Халтурин говорит, да никто не поверит мне, что я приношу с собой сахар, потому что его оттуда все тянут. Как правило. Вот. Ну, и, в общем, он располагался в подвале. Сверху была кардегардия. То есть здание, помещение, где сидела охрана. Сейчас мы туда выйдем. Столовая, которую он должен был взорвать, была этажом выше. Ну, и, в общем, не хватило динамита. Более того, в тот момент в столовой конкретно ни царской семьи, ни прекрасного родственника, который к ним приехал в гости, не было. Они опоздали. А погибло вот 11 человек. Еще там четыре раза больше было ранено. О них, естественно, в советское время ничего не говорилось. Памятник их, который стоит на Смоленском кладбище, был осквернен. Такая пирамида. Там все было отбито. Ну, и, в общем, например, если мы посмотрим вот финалочку этой книжки, то что мы здесь прочитаем в самом конце? Великие заслуги Степана Николаевича Халтурина перед русским рабочим движением, его яркая легендарная жизнь, отданная на служение народу, непоколебимое мужество, изумительная смелость, непрезойденная отвага и героизм, выдающийся организаторский талант и блестящая революционная деятельность занесены в летопись истории, как одна из самых славных страниц революционно-освободительного движения рабочего класса России. Ну, на самом деле, половина из этого правды действительно была выдающейся личности, организатор и бла-бла-бла. Но вот человек в итоге погорел на чем? О том, что они там прокурора киевского Стрельникова с Жилаковым, своим коллегой, убили, их схватили, там был целый экшен, почти вестерн в Одессе это происходило, и все. И он там был повешен, никто даже не знал его настоящей фамилии, никто не знал, что они вешают того самого человека, который устроил взрыв в земном дворце. Ну, то есть, как бы там же концепция была какая? Мы убьем царя, и все, и после этого свобода и так далее. А вот смотрите, царя не удалось убить, а вот давайте-ка прокурора грохнем, а давайте-ка. То есть аппетит приходит во время еды. Ну, так же и с Верой Николаевной Фигной, которая хотела потом Александр Третьего кокушать. А это один из домов, соответственно, по проекту Леонтия Бенуа, вот его любимый козел. Такого же козла мы можем видеть на ЧЦ. На доме Треть Бенуа на Каменно-Астровском проспекте. Он находится между Каменно-Астровским проспектом и Кромовской улицей. Ну, и традиционный мотив всегда показывает тоже вот эти рога изобилия. Этот такой некий символ, который должен привлекать бабло к вам, да, которое должно течь, как из рогов изобилия. А если мы выйдем вот на этот угол и посмотрим вот туда, то мы придем к той самой точке, на которой мы закончили с вами когда? Когда мы гуляли с Золотым Рокезом, да. И там на нас находится памятник Ленину. Вот там за... Мы туда не пойдем, потому что времени уже туда нет. Но он там есть вот с деревьями. Просто я сейчас подставлю кадры из предыдущей проходки. Посмотрите. Я вам пообещал, что я сделаю. И я торжественно обещание выполнил. Потому что Байка говорит о том, что тот памятник пожарным хотел получить себе Аникушин. Ну, автор у нас Ленина, который стоит на Московской площади, Пушкина, который стоит на площади искусства. Но получил другой скульптор. И Аникушин согласно этой байке сказал, ну, как же так же уж. Ведь посмотрите, пожарный замахивается практически на Владимира Ленина, который стоит по одной линии. Ну, понятно, что это Байка, вот, но она родилась после того, как этот памятник пожарным, он действительно какое-то время простоял на задворках, его не сразу поставили после того, как его, соответственно, изготовили. Так, а где ключи? Мои в маленьком, в маленьком кармашечке. Дорогие друзья, в этот прекрасный летний день я хочу вам сказать, что есть книжечки, ну, что, я вот, да, вот, путеводитель, вот этот самый путеводитель, который я рассказывал, и сейчас мы прямо с вами найдем даже на то место, где у нас, вот она, видите, я вам говорил про, да, и здесь у нас даже есть про Веймара, где у нас до 10 номер, где они покупали этот, это 7-9, где про Веймара, вот, да. Вот это, кстати, между прочим, фотография, вы ее больше нигде не найдете, нашел на сайте библиотеки Конгресса США, если вы наберете доктор Веймар в поисковике, то, соответственно, вы просто не обнаружите, да, вот, дом за домом, прекрасно читается, и так далее. Остросоциальный роман Корень, мой писавшийся 10 лет, про жизнь Петербурга конца 90-х, начала 20-х годов, с хитро закрученным сюжетом, ну, и актуалочка, книга про пиар во время русско-японской войны, с большим количеством картинок, если вы хотите узнать, как правильно и грамотно промывать мозги, вне зависимости от технологии, то это для вас. Точнее, понять, как это обычно происходит, потому что меняются времена, эпохи, а принципы пропаганды, они остаются. Здравствуйте, вы что-то хотите? Спасибо. Ну, а перед тем, как закончить по традиции песня, под видеоряд, как это происходит, живаго, чтобы вы еще больше захотели приехать в город Петербург, или, живя в Петербурге, пятиновые экскурсии, но, естественно, конечно же, с ракезами вожу не каждый божий день, и более того, скоро я уже мечтаю о том моменте, когда я на это все нахрен сбрею, окажусь лысеньким, и дальше отращиваю скоро, скоро, скоро я сбрею. Какой ФБСБ? Кому ты там нужен? Только я знаю, что ты ел на ужин, кого ты трахал после бардыки, какой вины твой член, и каков твой айкин? Ты лечишь геморрой, тебе нравится заторно, я знаю, ты качаешь гигабайт, для меня ты порно, мне все понятно, в твоей судьбе я знаю то, что ты сам не знаешь о себе. А теперь иди и убейся в угол, я знаю о тебе все, я забыл в угол, а теперь иди и убейся в угол, я знаю о тебе все, меня зовут в угол, я король интернетных пугал. хотел на Мальдивы набухал в Анталии, хотел похудеть в это смертвой Италии, тебе уже втюхали третий кредит, и я тому виной, ведь я знаю, как родить твой мозг к решению, об очередной покупке, конфеты вкус, ты ищешь слово губки, и вот тебе губки для посуды, и ты их купил. Это ли не чудо? А теперь иди и убейся в угол, я знаю о тебе все, меня зовут в угол, а теперь иди и убейся в угол, я знаю о тебе все, меня зовут в угол, я король интернетных пугал. Написал письмо, оставил комментарий, лайкнул видео, не улучшает шари, или правосеки, не все едино, я робот, паук, я мировая паутина, любая информация будет мне в кассу, любишь ли ты кейт, ненавидишь пидорасов, давать полуло, разводи холивар, но главное купи предлагаемый товар, А теперь иди и убейся в угол, я знаю о тебе все, меня зовут в угол, а теперь иди и убейся в угол, я знаю о тебе все, меня зовут в угол, я король! До конца экскурсии. Ну на этом все, с вами был гид Павел Перец, комментарии вот туда, там же собственно вся информация о том, что вас интересует, увидимся, пока!